Мы работали с живыми людьми, теперь все сидят в телефонах. Мы работали с живыми людьми, теперь все сидят в телефонах. Изабель Герина Рудольф и Нурея Ви в современном балете. Журнал «Коммерсант». Номер 35 от 18 октября 2019 года. СТР. 28. 25 октября Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Донченко покажет московскую премьеру. Дон Кихот в версии Рудольфа Нуреева с декорациями и костюмами Николаса Георгия Одисса переносит в Москву худрук балетной труппы Лоран Иллер, получивший полномочия от фонда Нуреева. Ему помогает Изабель Герин, Этуаль Парижской оперы, которую в 1983 году на роль Кетри назначил сам Рудольф Нуреев и лично выучил с ней всю партию. Не задал года премьеры Изабель Герин рассказала Татьяне Кузнецовой о работе с Рудольфом Нуреевым в Парижской опере о том, как изменился балет в эпоху интернета. Кетри в Дон Кихоте ваша первая главная роль? Да, я тогда была Вторая солистка И это был мой шанс. Рудольф всем нам, молодым, Сильвии Гелим, Манюэлю Легри, Лоран Уиллеру дал шанс. Он видел наш потенциал, но хотел знать, сможем ли мы справиться с полнометражным балетом. А Этуаль и не злились, не возражали. Нет, нам же давали утренники. А на вечерний спектакль мы возвращались в кардобалет. По амплуа вы скорее романтическая танцовщица Жизель, Никия. Почему Нуреев дал вам бравурную Кетри? В юности я усиленно работала над техникой, ведь если у тебя с ней нет проблем, ты получаешь полную свободу самовыражения. Я счастлива, что начала именно с Дон Кихота, балета технически очень сложного. Это был прочный фундамент для всей моей актерской курьеры. Но сама я действительно склоняюсь к лирике. Одета, манон моей любимой партии. Нуреев сам показывал вам ролики три, на что обращал особое внимание. Что требовал. Вообще-то я знала все партии этого балета от кардибалета «Рыбачик» до «Мерседес», была на всех репетициях. А роль Кетри Нуреев показывал мне сам, в мельчайших деталях, не только танцевальные комбинации. Как держать веер, как подобрать юбку, как посмотреть на партнера каждый шаг, каждый жест и взгляд. Он говорил, что Кетри не девчонка с улицы, которая машет юбками. Это балерина. Все должно быть изящно, очень элегантно. Это манера, стиль, высокий класс. Плесецкая вот юбками махала, но класс не теряла. О, Плесецкая. Она же исключительная личность. Что бы ни делала, все оказывалось гениальным. А я была девочкой. Это мои первые балеринские шаги. Вот Нуреев и учил меня буквально всему. Но спуску не давал никогда, не позволял ни упростить движение, ни заменить то, что не получается. Он обучал нас чистейшей технике. И даже когда не получалось, когда мы падали, он не терял терпение. Говорил, ты это сделаешь. А не кричал. Матом не ругался. Он был великой звездой, и при этом жил, как мы, стоял вместе с нами у станка в классе, также тяжело работал, добиваясь качества. Конечно, у него бывало разное настроение. И когда мы впервые услышали матерное слово, были немножко в шоке, опешили, конечно. Но потом поняли, что если работаешь с Нуреевым, то получаешь всего по полной и хорошего, и плохого. Мне кажется, он старался вывести нас из зоны комфорта и на каждом проверял, насколько далеко может зайти. Я ему однажды рискнула ответить, и он тут же остановился. Конечно, он на нас давил, всякое бывало. Но то была история страстной любви. Сегодня ты боготворишь своего кумира, а завтра полон ненависти. Кажется, не все испытывали страстную любовь. Говорят, часть труппы взбунтовалась, и Нуреева вынудили уйти из оперы. Точно не помню, что происходило. Мне кажется, что главное в художественном руководителе не то, сколько он пробыл в труппе, а то, какой след оставил. Нуреев оставил очень глубокий след, до сих пор люди с любовью и восхищением вспоминают то время, которое он провел в Парижской опере. Это понятно, Нуреев ведь не только воспитал вас золотое поколение оперы. Изабель Герин в балете Дон Кихот в постановке Рудольфа Нуреева. Фото, из личного архива Изабель Герин. А Дон Кихот Нуреева по кому? Не важно, от кого хореография, это просто Дон Кихот. И это очень сложный балет, который требует серьезной техники, дисциплины, балет цельный, который не должен исполняться просто как характерный дивертисмент. Нуреевское поколение особенное. В прошлом году вы с Манюэлем Легри танцевали в Большом театре на концерте в честь юбилея Пятиипа. И затмили всех молодых. В чем тут дело? Дети не идут в балет. Плохие педагоги. Эпоха не для харизматиков. Это проблема времени. Социальные сети заменили живых людей. Мы работали с Рудольфом, Севет Шовири, со многими великими. Мы смотрели, как они показывали, слушали, что говорили, мы впитывали их опыт глазами, ушами, телами. А сейчас на репетиции все артисты сидят в телефонах. Смотрят на Ютьюб, кто как танцевал, и выбирают, что нравится, у этого позу, у того трюк, у третьего руки или комбинацию. Потом все быстро смешивают, как удобно, и подают этот коктейль на сцену. То есть вырождается вековой принцип балетной профессии, передача знаний из ног в ноги. Сейчас все торопятся, хотят всего и сразу. Сегодня за пять минут можно стать известным, запостил видео, получил лайки, списался с кем-то из виртуальных знаменитостей все, ты звезда. А мы понимали, чтобы достичь результатов в профессии, надо запастись терпением. Я говорю артистам на репетициях, не торопитесь, не расстраивайтесь, не может все получиться сразу. Получайте информацию, переваривайте ее и постепенно внедряйте в свое тело. Но это отличается от того, как они привыкли работать. Мы жили по-другому. Думали о балете, когда уходили из зала, когда шли по улицам, дома. Мы не были фанатиками, не приносили в жертву театру личную жизнь. Но все, что мы испытывали, любовь, предательство, горе мы несли на сцену. Сама жизнь была нашим вдохновением. Сейчас отношение к профессии более утилитарное. Думаю, да. Исчезло любопытство. Нет ничего неожиданного, все нам показывает сеть. Знаменитости фактически живут с нами, мы знаем каждый их шаг. Помню, когда я впервые увидела Майю Плесецкую вблизи, это было потрясение, живая, настоящая. Мы всегда смотрели за артистами из других стран, что они делают не так, как мы, как держатся, какие приемы применяют. А теперь все одинаковые. Эпоха балетного глобализма. Чтобы жить, театрам нужен современный репертуар. Его немного, одни и те же хореографы ездят по разным странам, ставят одни и те же балеты. Идентичность страны школ проявляется, как ни странно, в классике, русская широта, наши стопы, английские жесты. А теперь вы учите русских танцевать по-французски. Я учу их по-нуреевски. Знаете, когда он ушел из оперы, будто перерезали пуповину. Я стала свободной, но все, чем я потом жила на сцене всю карьеру, я получила от него. И сейчас, когда я преподаю или передаю артистам его балеты, у меня над ухом звучит голос Рудольфа. Как он объяснял каждое по, каждый поворот действия, каких требовал реакции. И я точно знаю, что и сама не могу и никому не позволю ничего подворовывать, упрощать или изменять. По-моему, такой опыт русским артистам не повредит.